Привет, хоккейный город! Сегодня цвет настроения красный. Почему? Расскажу немного позже, но начнем выпуск традиционно с идентификацией тигра. Всем привет, я Иван Губарев, защитник команды «Морские тигры». Готов отвечать на вопросы? Да, конечно. Во сколько лет начал играть в хоккей? В 7 лет. С отцом были на Кубке Первого канала «Россия-Швеция». Потом отец отвел меня в хоккейную школу «Воскресенского химика». И так получилось, что мне понравилось, и я тут. Кто лучший хоккеист всех времен и народов? Игорь Лорионов. Кто лучший хоккеист в Хабаровске? Могильный. Реальная молодежка похожа на сериальную? Нет, там больше какой-то драмы, не знаю. Как говорили все о любви, мне потом даже перехотелось это смотреть. После первого сезона я сказал, нет, это не сериал, не о хоккее, это какая-то чушь. Любовь – это не про тебя? Нет. Я серьезно подхожу к своему делу и стараюсь его выполнять добросовестно. В общем-то говоря, звучит вроде подобно. Я в это верю. Во сколько лет хоккеисту можно думать о любви? Ну, когда у них уже что-то есть, что-то заработали. Ну, после 25 где-то примерно. Самое красивое место, в котором ты когда-либо был? В Барселоне, когда мы с отцом были на Камп-Ноу. Камп-Ноу, стадион. Счет 4-2 или 2-1? 2-1. У него как-то больше будешь. Ленинград или Металлика? Ленинград. Любимый мультфильм детства? Детил Будя. Любимый сериал? Острые козырьки. В самолете лучше почитать книгу или посмотреть фильм? У каждого своего лучше посмотреть фильм. Последняя прочитанная книга? Правило номер один – никогда не быть в старом горе. Какая еда у тебя вызывает не аппетит, а отвращение? Брокколи. Что самое вкусное? Ммм, карбонара. Три вещи, без которых ты не можешь жить? Без хоккея, без телефона и без друзей. Самое гениальное изобретение человечества? Машина. Без чего не выйдешь из дома? Без шапки. Лучший отдых – это? Когда ты на нем работаешь. Больше всего раздражает, когда? Ну, говорят. Блондинки или брюнетки? Брюнетки. Есть ли у тебя девушка? Угу. Пришло время рассказать, почему цвет настроения не ярко-оранжевый, как обычно, а красный. Дело в том, что на прошлой неделе мы, девчата, отмечали 8 марта. А сделать этот праздник краше помогли нам молодые хоккеисты и «Красная машина». Подробности дальше. Всем привет! Сегодня мы собрались возле магазина «Красная машина. Не просто так». Сейчас мы вам все покажем. Как вы видите, вот всю эту красоту на столе. Телепанчики красивые для наших замечательных дам. Кому вы подарите? Самое прекрасное. Как часто нужно дарить цветы девушкам? Как можно чаще, если бюджет позволяет. Ну, Игната бюджет позволяет. Никита, то есть ты сейчас работаешь для себя, чтобы потом одаривать свою девушку цветами? Конечно, главное – это внимание. Я считаю, вообще каждый день нужно дарить цветы. Тогда каждый день девушка будет улыбаться. Как минимум на любой праздник. Семен, я правильно понял? Праздник понедельник, праздник вторник, среда, да? Как сказал уже Игнат, если бюджет позволяет. Свой первый букет, кажется, я подарил еще в детском саду, когда был маленький. Ну, наверное, лет пять маме подарил букет. Ну все, парни, не будем медлить. Берем цветы и идем радовать наших девушек. Мы снарядились цветами и пошли в путь. Пойдем. Здравствуйте. С наступающим вас. Здравствуйте. С наступающим вас праздником. Игра передалась. С наступающим вас. С наступающим праздником. Всего-сего самого хорошего. С наступающим вас праздником. Девушки с удовольствием, с улыбкой на лице брали цветы. Вообще все разлетелись. Как один миг. Было очень сложно, но мы справились. Мы как бы хотели это сделать, подарить людям праздник. Главное, мы оставили хорошее настроение. На весь день надеемся. Пацаны, надо пользоваться этим моментом, пока у меня в руках есть такой замечательный микрофон. Наверное, надо сказать спасибо всем нашим болельщикам, всем нашим родным, близким. Отличного настроения в этот прекрасный женский праздник. Мы вас всех любим. Хотелось бы поздравить с наступающим праздником всех болельщиц Кинол-клуба Амур, родных и близких. Все, молодцы, парни. Все сказали. Спасибо. Всех с наступающим праздником, наши дорогие дамы. Желаем, чтобы у вас все было замечательно, все хорошо. Вас всегда радовали мы, мужчины, дарили такие замечательные подарки, как цветы. А вы в ответ радуйте нас. Семен Сидоров отлично справляется с ролью хоккейного спецагента. Здорово, что и на хоккейном поле его позиция профи не менее хороша. Чтобы удостовериться, предлагаю посмотреть лучшие моменты юниорской хоккейной лиги. Редактор субтитров А.Семкин Последние новости. Молодежка завершила свой сезон, и на этой неделе состоится итоговая пресс-конференция. Ее фрагменты мы обязательно покажем в следующем выпуске. А пока обратимся к учащимся хоккейной школе Амур и спросим, как, по их мнению, прошел сезон и что нужно было сделать для того, чтобы хоккейный сезон был дольше. Привет, хоккейный голод. Амур начал сезон плохо, а потом они уже начали играть хорошо и начали выигрывать. Не повезло с нефтехимиком. Нефтехимику начали в сухую проигрывать, и все, руки опустили и перестали играть. Выпала клюшка у Загорной, так что в следующем сезоне надеемся, что в плей-офф выйдем. В следующем сезоне выйдете в плей-офф. Что скажешь вообще в этом году? Были какие-то неожиданности или у тебя была какая-то особенная радость за какую-то команду помимо Амура? Ну, неожиданности были. Сейчас в плей-офф, Витязь, СКА. Я думала, Витязь, конечно, выйдет как-то, но Витязь вообще ничего не может делать. СКА никак не может. Как думаешь, кто был главным героем этого чемпионата? Мне кажется, Евгений Аликин. Он очень хорошо точил свою команду, он старался отбивать шайбы, да и к тому же он в начале сезона вообще стоял на лавке, он вообще ничего не делал, а в конце сезона зарядился и начал играть свою игру. Игорь Ряденков, он много забивал и точно попадал. Михаил Йорда. У него за сезон 12 голов он забил и передач отдал много. А как ты считаешь, в школе какой предмет больше всего нужен тебе как хоккеисту? Ну, физкультура. А помимо физкультуры? Ну, математика. Почему? Ну, потому что типа просчитать, куда он поедет. 27 плюс 32. Так, так, 50, 59. Молодец. Самое главное в моей жизни предмет это английский и математика. Почему? Потому что после завершения карьеры они мне пригодятся. Да и к тому же математика, она везде важна. Если ты будешь хорошо думать о математике, будешь хорошо думать о хоккее. Сколько будет 24 плюс 75? 24 плюс 75 будет 99. Молодец. Я в школе учусь хорошо на 4,5. Геометрия, английский, физка. Английский, чтобы разговаривать с другими. Если ты допустим другую команду в другой стране перейдешь, чтобы общаться с ней. Hello, my name is Marat. 20, my name is my name. Хоккеисты в школе нужно учиться, потому что, чтобы он знал дисциплину. Он был настроен и не баловался. Как взрослые люди. Всего доброго. Хоккейный город. На этом все. Продолжайте болеть за наших и любите хоккей. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова